Машина у нас наконец-таки готова, пробка, пробка от вина, шину я немножко нарукожопил и... Миша, у меня что, не получается? Ребят, всем привет! Вы, наверное, смотрели предыдущие несколько выпусков, как мы собирали эту машину, если не смотрели, сейчас где-нибудь тут, наверное, появится подсказка, тут или тут, не знаю. Короче, после нескольких недель мучений, я не преувеличиваю это мучение, люди, которые собирают машины в других условиях, вот сейчас появится картинка, я видел, в каких условиях люди собирают машины, и вам просто поклон. Как вы это делаете в гаражных условиях, я не представляю, хотя, казалось бы, вроде ничего сложного нету, там, повыбивал, все поснимал, там, это все сделал быстренько-быстренько, но нет, не все так просто, как казалось бы. Машина у нас наконец-таки готова, готова она на 95%, нам осталось ее только покрасить, обклеить нашими наклеечками, и все, мы уже будем готовы к участию. Если вы смотрите этот ролик, то, скорее всего, он вышел в пятницу, а уже завтра, значит, будут происходить бои, и вы можете прийти и посмотреть на эту машину. Давайте, наверное, расскажу чуть поближе, сейчас покажу, что мы там делали, что мы переделывали, как вообще это все выглядит. Давай, подходи. Кузов у нас весь как и нужно было, это все заварено, двери, капот, багажник, вот, видите, мы лентой такой заварили, чтобы прям точно, надежно, это ничего не открылось, не отвалилось. Здесь у нас инспекционное окно оставлено, для чего? Для того, чтобы, когда мы приедем на сами бои, нам же будут там проводить инспекцию машину, чтобы мы там рельс никаких не положили. Сюда можно будет заглянуть, посмотреть, и мы его назад аккуратненько закроем. Стекла, как вы видите, все выбиты, здесь вместо фонарей заварили листом металла, по-моему, там 1 или 1,2 миллиметра, потому что по регламенту больше нельзя. Давай с этой стороны покажу. Там у нас был лючок бензобака, мы его тоже заварили. Машина, как вы видите, сидит ниже, мы спилили примерно 3 витка с пружин, это у нас такая стратегия. И получается, жопа задранная, зад опущен. Что у нас внутри? Внутри у нас сварен каркас безопасности. Каркас сварен с безопасности из трубы. Если смотрели, как мы ходили, гуляли по рынку, то мы шискали патрубки. И хорошо, что мы их, кстати, не нашли. Точнее, мы их нашли, но они были капец какие дорогие, поэтому просто решили поставить металлические трубы на подачу на обратку. И это даже лучше, чем патрубок. У металлических труб очень хорошая теплоотдача. И, честно говоря, нам, наверное, даже вентилятор можно не включать, потому что пока это все будет гоняться туда-сюда, ну, там вода так сама по себе и охлаждается. Вентилятор у нас сразу был от спринтера, но он, блин, такой был мощный, такой здоровый, что мы решили лучше поставить что-то поменьше. Поехал на разборки, купил от примеры P11, что ли, за 10 рублей этот вентилятор, за 15, не помню. И все. Тут у нас аккумулятор стоит, все по регламенту. Снизу сварена площадка металлическая. Металлическая, металлическими такими стяжками он зажат. Еще нам нужно будет какой-то резиновый либо пластмассовая штука его закрыть. Дальше вы видите бак. Бак у нас сварен из... Господи, как это называется? Бачок, в котором у нас был Марион для заправки кондиционеров. Сверху пробка, пробка от вина. В нее вкручен фильтр проточный. Фильтр вкручен для того, чтобы была вентиляция. Так, помпа. Вот интересный момент. Если вы смотрели ролик, как мы ходили по рынку, не могли найти помпу. Если не смотрели, сейчас опять подсказка вылезет. Посмотрите. Вот та самая помпа, которая нам подошла. На следующий день после рынка мы поехали просто за некоторыми мелкими деталями на рынок и просто подошли в ларек, там, где продается газ вас и купили вот эту помпу абсолютно новую за 40 рублей. Тут у нас стоит выключатель массы. Это тоже обязательно по регламенту. Тут у нас кнопочка старт-стоп. Здесь у нас включение-выключение помпы и вентилятора. Что дальше? Что дальше? Тут мы оставили для себя парочку окон, чтобы если что-то вдруг случится или надо будет настроить, подстроить, у нас был доступ к двигателю, мы могли это все сделать. Не знаю, может быть еще какие-то распорки сюда варим, хотя, наверное, вряд ли. Вот так у нас выглядит морда. Вот, это тот случай, когда машине подходит название Франкенштейн. Здесь у нас тоже по регламенту должна быть сетка на половину лобоша. Обычную сетку взяли, прикрепили на стяжку. Здесь тоже по регламенту со стороны водителя все должно быть обмотано чем-то мягким. Взяли поролон, скрутили на стяжечки. Эта штука для флагштока, то есть сюда можно свой флаг воткнуть, сюда можно организаторский флаг воткнуть и все. Сидение нам, подписчик, спасибо большое, подарил нам сидение, сидение этого автомобиля. Они были вообще без какой-либо боковой поддержки. И я просто в Инстаграм запросил, что мало ли вдруг у кого-то чего-то что-то завалялось. Нам чувак подарил вот от 6-го Гольфа сидение. Очень прям помог. Спасибо. Вот, в принципе, вот все, что сделано по машине. Сейчас, она уже, видите, немного ее замотовали, чтобы получше легла краска. Краску купили Нитро, чтобы она высохла по-быстренькому за 40 минут. Сейчас машину, наверное, обдую, чтобы не было пыли. Пройдусь по ней растворителям, чтобы получше красочка легла. Покрасим, обклеим и ждем субботы. Покрасим, обклеим и ждем субботы. Короче, парни решили, что я так себе маляр. И забрали у меня краска пуль. Миша, у меня что, не получается? Миша, у меня что, не получается? вот человек который мне делал эти наклеечки предлагал еще и наклеить их я подумал блин хера тут клеить зачем уважаемого человека лишний раз отвлекать а нет не так все просто во-первых наклеить надо ровно во вторых отклеить вот эту саму саму наклейку вот эти буквы от подложки целым испытанием оказалось ну просто заняло много времени так как и задумано черный на белом краска даже схватывается ай красота господи какой зверь получился мне уже жалко его разбивать хоть ты его на выставку визе автогарант работы мы наконец-то покрасили машину я немножко на рукожопил и не дождавшись пока засохнет черное начал красить сразу белый белая пошла на черную пыльцой я расхерачил это все таким фолу переходом ну в итоге все поправили взяли картоночку и аккуратненько сделали переход смотрите что получилось ребята у нас случилась какая-то херня со звуком поэтому концовка будет вот в таком виде я вас всех приглашаю 24 числа на линию сталина в 2 часа дня будут бои пожалуй наверное прикреплю ссылку на сайт на котором вы можете посмотреть расписание вы можете купить билеты если ролик понравился то не забудьте поставить лайк не забудьте подписаться на канал пока